добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем наше очередное занятие и тема сегодняшней лекции это алгоритм обратного распространения ошибки который применяется для обучения многослойных персептронов так давайте повторим до некоторую информацию о которой мы говорили на прошлой лекции да мы с вами познакомились с понятием многослойного персептрона то есть многослойных персептронных моделей отличие от традиционного однослойного персептрона роземблатом многослойный персептрон имеет наличие дополнительных скрытых слоев до между входным и выходным слоем то есть это вот то что мы видим на картинке это так называемые скрытые слои ну и на выходном слое нейроны выходного слоя связываются с нейронами скрытого слоя то есть как мы сказали достаточно даже одного скрытого слоя чтобы кардинально изменить свойства персептрона ну искусственные нейроны которые применяются для реализации многослойных персептронов они практически ничем не отличаются от модели нейрона макалата и пиццы единственное надо сказать что в качестве функции активации используется вот такого рода гладкие функции то есть вот вот такие если персептрон роземблат использовал сигнум функцию то здесь мы используем более гладкую более непрерывную функцию которая представлена картинке ну и непосредственно оба алгоритме распространения ошибки то есть обратного распространения ошибки то есть алгоритмом backpropagation сигнал ошибки выходного нейрона некоторого на некоторой итерации определяется соотношением следующим да то есть это разница между желаемым откликом и откликом который имеется уже на конкретной итерации то есть реальный отклик эта разница у нас называется сигналом ошибки общая функция стоимости по всем нейронам выходного слоя будет определяться следующим выражением то есть по сути она ничем не отличается до от предыдущих версий функции стоимости где здесь имеется ввиду n общее число образов в обучающем множестве это то есть верхнее значение суммы имелось ввиду то функция стоимости вычисляется как нормализованная для всех значений ошибки следующим образом можно представить функцию стоимости для многослойного персептрона целью алгоритма обучения также является настройка параметров сети с целью минимизации данной функции стоимости будем использовать аналогичный подход по методу lms где настройка синаптических весов выполняет соответствие с ошибками вычисленными для каждого образа аналогичная метода lms алгоритм обратного распространения ошибки состоит в применении к синаптическим весам коррекции в виде приращения которая пропорционально частной производной функции стоимости по величине синаптического веса то есть вот следующим образом где приращение рассчитывается как частная производная функции стоимости по значениям синаптических весов вычислим частную производную функцию стоимости а следующим образом как это показано ниже найдем отдельные значения частных производных которые входят в производную функции стоимости в виде следующих выражений да если отдельно их представить вот в таком виде то подставив все эти значения в исходное уравнение для частной производной функции стоимости мы получаем уравнение для градиента по сути говоря вот следующего вида поэтому коррекция синаптического веса будет следующий то есть то же самое по сути но помноженное на параметр скорости обучения то есть где под дельта житая подразумевается вот это вот величина то есть эти два параметра мы объединили вот в такую дельту который мы назвали локальным градиентом таким образом вычисляется коррекция синаптических весов выходных нейронов случае нейрона скрытого узла алгоритм сталкивается с проблемой поэтому необходимо вычисление коррекции синаптических весов по другому принципу рассмотрим локальный градиент скрытого нейрона в следующем виде вот как это представлено на формуле да теперь продифференцируем функцию стоимости по выходному сигналу тогда получим вот следующее выражение и находя также отдельные частные производные входящий состав этого уравнения можно сделать следующую замену да то есть представить частную производную функцию стоимости по выходным значениям вот видео такого вот выражение пример передачи сигнала для процесса обучения по методу обратного распространения да то есть соответствии с книгой известного специалиста да саймона хакера нейронные сети полный курс на данной картинке отображается значить процесс вычисления всех этих величин которые мы перечислили до в прямом и обратном направлении да то есть в обратном направлении мы вычисляем сигнал ошибки с учетом тех выражений которые были только что найдены коррекция применяемая теперь к синаптическому весу соединяющему нейроны определяется дельта правилом да то есть следующая то есть коррекция веса равна произведению параметра скорости обучения на локальный градиент при выходной сигнал значение локального градиента зависит положение нейронов сети спасибо за внимание